и вот мы заселяемся в шикарный номер у влада такой же только рядом туалет ванная все в ухты даже гжель ты смотри не гжель а какие-то такие плиточка очень интересно градусник сейчас вам скажу сколько 28 градусов это не порядок это очень жарко буду спать как король шторки также в жильщике сделаны кровать хоть мягко или нет о а я не люблю мягкую кровать я люблю жестко спокойно зимой здесь на вообще просто ребята шикарно когда выходишь на улицу зимой и все в снегу все в снегу угловой балкончик нам достался ребята там дальше до пошли туда смотрите какая красота завтра я вам утром все покажу потому что сейчас уже 12 часов ночи ой ты смотри это не наш такой фонарик лечит а ты его сможешь словить прикинь представляете он живет но ты же тоже горлица представляете гонка ну попробую схватить давай ай блин надо было мне держать не телефона хватать его хочу на выступление пошло у него хрен зачем болеть приносчики такие болезни что убедиться даже это же крысы с крыльями представляете приехали на выступление мы его потом слой в слове это думал то наш улетел у нас то с собой свой вон он клеточки маленький вставляете вот так все фонарик можно выключать пришли номера у нас голубь хороший знак хоро белый голубь тем более белый голубь с хорошей вести он он на крыше сидит мы его прогнали водичка там он мало приближает эта камера запах тут ребята знаете пахнет свежестью и конским навозиком и минус трасса рядом все ребятушки номер показал больше ничего показывать чё нам-то все равно главное чтобы где поспать голова поворачиваться на 360 2 с ветки на ветках пускай там начальники сидит это она и зовут ее луна встречайте сейчас поедем его от понесет ее к себе в номер чтобы она мне тут не орал это луна место называется место называется вот вот этот комплекс называется в некотором царстве здесь в гостинице мы жили я вам уже показал вид мы снимали да правильно показал вам вид давайте сейчас быстренько пробегусь потому что у нас сейчас выход на сцену через полтора часа это я так думаю корона какая-то в некотором старстве в некотором государстве многие сказки так начинались в принципе вся наша жизнь это некое некое некоторое царство завтраке его там снимал но давай пробежимся так вокруг и все покажем озеро домики домики вы сами понимаете что изменяющий тот красноречивый рассказчик о рыбка вам плавает вот рыбки плавают смотрите рыб полно каракаре карасики карасики хлебушек кидаешь и все все кто смотрит мои stories и ребята вы все видели как как здесь я рассказывал про все вот эти места что тут необычного выпилены просто из дерева фигурки до симпатичные но здесь не хватает аттракционов конечно может они где то есть но там где-то глубоко но я смотрю там прокат оборудование это палки для ходьбы велосипеды ножны и ручные велосипеды горочки место уникальное но немножко не раскачанная я бы сделал знаете как я бы нашел всех фокусников сообщества фокусников и два раза в год бесплатно давал бы проживание всем фокусникам россии они бы приезжали сюда и здесь сделали бы трехдневный трехдневный свой слет и вот этих три дня ребята хватило бы на то чтобы сюда бы посещаемость просто неимоверная было то что фокусников они например днем общаются по своим делам а вечером они устраивают шоу шоу для людей здесь бы было настолько ярко и красочно что просто а еще бы слет аниматоров два раза в году слет фокусников два раза в году слет аниматоров сейчас я вам покажу ресторан где завтракал но если там будут люди мы вот так тихаря снимем лату так камеру поставить чтобы лица людей не светить о нет людей сейчас вам покажу там красиво среди колчужка кольчуга настоящая наверное да здрасте да мы уже покушали так просто забыли снять видео красивые вот там шапка мономаха я ее фотографировался может не мономаха ну со скипидром шапочка сфотографирую шапка скипидр мы всякие шкурки публики шнублики такой знаете ростом похож на фокусника дима сергеевский есть такой найдите в интернете димон это из твоего братства вот представляете у меня рост выше среднего метр 70 с кепкой и вот такие вот они оловянные если по голове постучать такой же звук будет но они защищали нашу родину и смотрите какие раньше были люди какие сейчас вот что значит фастфуд а если она пошла картошка фри баргеры бар марк баргеры шмаргеры чего только мы не едим чтоб стать вот таким вот там яйцо какой-то но прогулочный наверно здесь парк тоже интересный но парк я вам уже показывать не буду в каждом городе есть красивые парки я думаю они не сильно отличаются друг от друга просто каждый кулик нахваливает свое болото и поэтому кто здесь живет они будут гречит а самый лучший парк но подмос в москве лучший парк я думаю что в днх он очень огромный и сейчас там сделали столько интересного очень много интересного новой днх если в подмосковье то то наверное мещерский ближайший парк тоже хороший мещерский парк рекомендую там на велосипеде покататься на лыжах в одинцовом мещерский лес до в одинцово есть парк то в каждом городе из партичу ногинский там еще где-то чуть-чуть все ребята мы загружаемся едем на мероприятие вот так вот я быстренько вам рассказал про город рязань в которые даже не заезжал а рубрика будет называться город рязань и все будут умыть его сейчас рязани а там резинкой нету не пахнет все спасибо до новых включений до новых встреч всегда ваш волшебник листопад из волшебного места как называется как называется волшебник листопад из волшебного места в некотором царстве и влад ведь не будет вырезать вот это как им три раза спрашиваем как-то за это приехали в уникальное место название красивая гринвич гринвич время по гриме чудо почему бильярд гринвич я так думаю что там тоже нужен глазомер как в гринвичи да там вот это все вымерять подкручивать вот смотрите какой у них шикарный герб два льва чай кофе вино и еда повар сверху интересно вот прям такое место уникально пойдемте покажу что там у нас внутри гринвич гринвич кафе тут целый ресторанище я хотел вам показать вот этот здесь даже цены есть ухты а это меню просто так прилепили да и все патиссоны я когда служил на флоте самая любимая еда была 3 литровая банка слюна пошла 3 литровая банка и нарезанные в эти не фаршированные замоченные патиссоны вот мы этими патиссонами просто объедались на корабле при еле 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 ловили рыбу потом продавали ее на рынке полу у нас кок кок был и он стоял на рынке и продавал таранку мы и сушили а рыбу мы просто сети забрасывали ну и иногда чужие сети там повыдергивали так нельзя было делать ну не не повторяйте за нами мы молодые были а служил на рейдовом тральщики а оборудование тралов это точно такое же оборудование как для забрасывания и вытаскивания сетей тралы которые идут впереди эскадры и когда катер набирает скорость тралы расходятся так в разные стороны и здесь буи и вот этими буями они цепляли за шипы мин глубоководных и мины взрывалась и они как бы фарватер делали и вот мы считались ну тогда были спокойные времена поэтому слово оно ничего не обозначало просто вот служил на рейдовом тральщики и все но и оборудование это было точно такое же как для забрасывания и вытаскивания сетей вот тралы забрасываешь или сети забрасываешь то же самое и вот рыбаки ставили сети пока никто не слышит и не видит они ставят сети а мы знали локацию мы же видим где они ставят сети мы потом дня два три ждем потому что знаем на четвертый день они придут или на 5 они придут и вытаскивают сети за уловом мы где-то за день за два до них, вытаскиваем. Конечно, мы всю рыбу забирали, это понятно. Весь улов мы там нереально... Мы брали себе ящичками, и все. Эту рыбку разделывали, сушили, кок продавал, а деньги мы просто сухое вино покупали. Ничего криминального. Просто сухаря. Сухаря немножко, и все. Для хорошего настроения. Эх, сейчас бы с этим экипажем, да в те годы. А потом на дискотеку девочки вальсировали. Ну, не так, конечно. А потом появились видеосалоны, и вся романтика просто посыпалась. Там дальше пошло ужасники, Фредди Крюгер, детям не смотреть. И боевики. Все. Вся романтика рассыпалась просто буквально. Вот с появлением видеосалонов все рухнуло. Все, что вот прям... Все, что Есенин создавал и Пушкин. Все рухнуло с появлением видеосалонов. Так и есть. Дорогие друзья. Не было бы видеосалонов, не было бы всей этой гадости и пакости. Мы бы смотрели шикарно фильмы, как «Джентльмены удачи», там, «Любовь и голуби». И еще куча всяких разных таких интересных фильмов, на которых ты смотришь и прям чувствуешь себе. прям сердце как бы открывается и... В лирику потянуло. Старею. Пойдемте, у нас там мероприятие. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 ДimaTorzok